Российские законодатели правят воздушный кодекс. Пойти на изменения заставили игрушечные вертолеты, съемочные коптеры и еще целый ряд моделей современной техники, которую окрестили беспилотными летательными аппаратами. Одни приносят пользу, а другие вред. И как найти владельца такой игрушки, если она упадет на голову или на крышу автомобиля? Впрочем, поправки могут довести до смешного, под угрозой закрытия кружков и секций авиамоделистов. Наш репортаж. Вот в летнем небе летит самолет, а вот в двух километрах от него жужжит беспилотник. Что будет, если они вдруг пересекутся в небе? Вариантов масса. Одни хуже других. Если откажет управление или сядет аккумулятор, килограммы пластика и железа могут прилететь куда угодно, нанести вред здоровью или причинить ущерб. А ведь кажется, что это безобидная игрушка. Коптер, это как любая техника, сложная, имеет свойство отказывать. Были случаи? Были, очень много случаев было, и они падали, улетали без возможности восстановления. За секунду от смерти. Эти кадры обсуждают миллионы зрителей во всем мире. Туда, где секунду назад проехал горнолыжник Марсель Хиршер, падает беспилотник, транслирующий соревнования. Он внезапно потерял управление. А это уже Омск. Красивые кадры Иртырской набережной. И никакой гарантии, что в следующий момент дрон с видеокамерой сохранит заданную высоту и не рухнет на проезжающее авто. Объекты в воздухе заставили депутатов изменить воздушный кодекс. Помощник транспортного прокурора рассказывает о новшествах. Теперь о любом полете нужно предупреждать заранее. Именно использование беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве класса А, С и G, они в любом случае должны производиться только с разрешения органа Единой системы организации воздушного движения. То есть данный орган должен быть всегда в курсе, где кто использует квадрокоптер. Будь это территория города Омска, либо территория Омской области. Любые беспилотные аппараты весом больше четверти килограмма требуют зарегистрировать до конца марта. Это касается даже игрушечных вертолетов. Что уж говорить про вот такую технику. Это беспилотный летательный аппарат. По-другому он называется квадрокоптер. Он так называется, потому что у него четыре несущих винта. Вот вы видите, четыре винта. Новый закон может похоронить авиамоделизм и убить дело многих тысяч человек. Последние оставшиеся в стране кружки и секции обсуждают новшество наперебой. Мы можем закрутить гайки до такого состояния, что ребенку, который сделает авиамодель, ему будет невозможно просто эксплуатировать и запускать без разрешения. А ребенок у нас недееспособное до определенного возраста лицо. И он не может заключать какие-то определенные соглашения даже с государственными органами власти. И мало того, это ставит крест практически на всех авиамодельных соревнованиях. Однако беспилотники уже используют и наркоторговцы, и террористы. И вот уже безопасности воздушного пространства посвящают заседание Координационного совета, которое организует областное управление ФСБ России. Омские пилоты используют коптеры в законных целях. Михаил давно руководит кружком для юных моделистов и учит их соблюдать правила. Коптеры эксплуатируются только на законном основании. То есть подаем план полетов обязательно, особенно в городе. То есть это не оговаривается, это по умолчанию. Над людьми не летаем, над стратегическими объектами не летаем, над машинами тоже не летаем. Поправки далеки от идеала. Уловить быстрый взлет коптера или дрона по-прежнему сложно. Для радаров они будто птицы, а значит поймать нарушителя придется постараться. Тем же, кто закон хочет соблюдать и из кружков для авиамоделистов давно вырос, предлагают пойти учиться. Единственный в Омске учебно-методический центр зовет на консультацию бесплатно. Если вы уехали за 100 километров от города, если вы запускаете воздушный змей, с вас, естественно, никто не будет этого спрашивать. Но если вы используете это в городе, если вы используете достаточно серьезные аппараты, вы должны знать тему, вы должны в ней разбираться. А пока законодатели уже готовят новые поправки, ведь беспилотные летательные аппараты все чаще появляются в нашей жизни.